Ну что, привет! С вами Оксана Майкова. Приветствую вас на своем канале. Мы делаем обзоры разных квартир, причем квартир не на продажу, а именно квартир для инвестиционных проектов. И это очень важно, потому что здесь можно конкретно рассчитывать, сколько можно зарабатывать и с этой целью покупаются квартиры. То есть вкладываются деньги для того, чтобы они работали. Ну вот, такие мы обзоры делаем. Вы присоединяйтесь. Обязательно пишите комментарии под этим видео, потому что вопросы, обсуждения – это то, что нам нужно, это то, что приводит нас быстрее к той цели, которую мы для себя поставили. Сайты показывают статистику ваших просмотров. Ну что вы можете видеть? То есть насколько вы эффективно работаете, насколько меня часто спрашивают сейчас, продается недвижимость, не продается. Вот смотрите. То есть этим сайтом я работаю около года, и вот те объекты, которые были добавлены в фавориты, смотрите, 26 тысяч, Торо Малинос. То есть я говорила об этих объектах, то есть их нету. Анонсио Элиминадо написано. То есть это 51 тысяча, 49 тысяч. Вот эти вот объекты недвижимости были проданы. И если бы мы их сейчас подробнее рассмотрели, а рассматривать мы их подробно не будем, только потому что их уже нет, что на них время тратить. Но если вот так вот подробно смотреть, какие цены на эти объекты, 56, 50, 59 тысяч, ну по квадратуре тоже, конечно, обращайте внимание. Но я к тому говорю, насколько недвижимость продается. Смотрите. То есть из того, что было добавлено в фавориты, вы видите, сколько осталось и сколько продано. То есть за сезон фактически вот эти вот объекты все ушли, были и за 115, и за 124. К чему я хочу это сказать? Почему у меня из фаворитов улетают эти объекты? Потому что, естественно, фавориты я добавляю только интересный листинг, интересный для инвесторов. То есть листинг, который ведет к зарабатыванию денег. То есть это те квартиры, при покупке которых вы можете не сомневаться в том, что они будут приносить вам арендную прибыль. То есть и не только я, видимо, так считаю, видите, потому что как это продано и потому как я умею делать листинг, могу тоже смело сказать. То есть смотрите, что происходит. И вот из фаворитов, когда я к кому-то готовлюсь к какому-то приезду определенного заказчика, да, я имею заказ, я не ограничена в ресурсах. То есть я могу использовать любые сайты, любые предложения, которые интересны моему заказчику. Вот это большое отличие моей работы. Я работаю с людьми, но не работаю с объектами. То есть если агентство по недвижимости, как любой магазин, набирает себе продукт и потом пытается его продать, то у меня наоборот. То есть я ищу человека, покупателя, инвестора и под него уже подбираю продукт. Вот такая вот система. И начинаем обзор недвижимости по районам, так как вы знаете, что у нас появился новый альманат, да, еженедельник. И самое главное, самый главный вопрос, это разобраться в провинциях, особенно если вы не были в Испании или были только в каком-то одном районе, Барселоны, там, Каталунии, где-то в Каталунии, может быть, на Коста-дель-Соль. Но для покупки квартиры, то есть мы не можем расплываться, да, как удав по пачке доступа, поэтому нам обязательно нужно знать районы. И давайте сделаем вот такую рубрику, буду, помогу вам немножко и себе в том числе, то есть исследовать по районам. То есть сначала я начну со своего района, так как я живу в фон Хироли, и работаю, да, на побережье Коста-дель-Соль-Малаги, поэтому, естественно, этот район для меня ближе. Здесь находятся мои квартиры для аренды, то есть здесь, естественно, моя отчина. Ну, чтобы далеко не ходить, давайте начнем, скажем так, с самого недорогого района, Торы-Малинаса, да, чем интересен Торы-Малинас, то есть его называют еще по-другому столица геев, пусть вас это не пугает, потому что как раз здесь, да, в этом городе платежеспособная публика. То есть вот мы зашли на наш известный сайт, так, сейчас назад отмотаем, так, на наш известный сайт, и нас интересует Торы-Малинас, Торы-Малинас, да, если кто-то не знает, сейчас посмотрите как раз как я работаю с сайтом. То есть вот здесь вот мы можем, да, видеть карту, если вам ни о чем не говорит, вы хотите где-то ближе к центру, либо ближе к пляжу, то есть ничто вам не мешает, как говорится, ткнуть пальчиком просто и приблизить то место, которое вам нравится. Так, а я буду, вот чтобы вы видели, да, я буду смотреть там, где у меня, тот участок, где у меня находится квартира, поэтому сейчас мы туда как раз и пойдем. Так, это центр. Там, Манэтиалис, эстасионные автобусы, так что там находится как раз вот у нас автобусная остановка, и я сразу делаю, сделаю оценку по дешевизне, и что мы видим? Так, мы видим студии, да, все, что мы сейчас будем смотреть, дешево и сердито, это студии. Смотрите, вот они студии 30, хорошая, кстати, могу вам сказать цена, 30 тысяч 35-38, ну, чтобы вы понимали, я поставила фильтр по дешевизне. Если видите, вот красным, видите, выделены мои квартиры, которые у меня находятся в фаворитах. Студии 35 квадратных метров, 40 квадратных метров, цена одинаковая. Сейчас мы поставим фавориты, то есть вот все, что по верхней планке, я ставлю себе сразу фавориты, чтобы проще было с этой работать, с этой недвижимостью. То есть квартиры, я смотрю, до 50 тысяч евро, потому что считаю это максимально рентабельно. По метражу вы тоже можете видеть, что они совершенно разной метражности, но я их все равно для себя выделяю. Для чего я это делаю? Для того, чтобы сам сайт Идеалиста слал мне новые поступления, новые объекты, которые появляются на Идеалисты по данному фильтру, чтобы они приходили мне в рассылку, и чтобы я могла спокойно за ними наблюдать и отслеживать, как только появляется что-то стоящее, можно было бы сразу к этому обратиться. Ну, то есть вот таким образом. Опа! Переключилась у меня. Да, ну вот раз переключилась, давайте посмотрите. Так, студия. Так, на автобусной остановке. Ну, скажу вам, что я хорошо знаю эти дома. Да, от владельца квартира. От владельца это значит, что вы можете торговаться непосредственно с владельцем. Он дает свой телефон, и вы можете с ним поговорить и понять, какая же у него причина продажи и захочет ли он вам снизить цену. Могу вам сразу сказать, если вы смотрели мой последний брифинг, я вам делала обзор по аренде этого года. То есть квартира в данном районе принесла мне 17% годовых, ну, вернее, не мне, а людям, которые приобрели эту недвижимость. Я являюсь управляющим, я управляю квартирами. Те, которые продаю, потому что то, что я предлагаю вам приобретать, это как... То есть это те объекты, которые... за которые я реально ручаюсь, да, то есть те объекты, с которых вы реально получите прибыль, то есть, да, если будете со мной работать. Вот, я могу сказать, что цены в этом данном районе по сравнению с прошлым годом, то есть в прошлом году мы купили здесь квартиру за 36 тысяч, студию, которая была примерно, ну, вот 40 квадратных метров, 36, она была реально, да, 36 квадратных метров. И мы ее отремонтировали, то есть сделали в ней полностью ремонт, и она у нас отработала очень хорошо. То есть на сегодняшний момент, конечно, цены немного подросли, да, надо сказать, что подросли, тенденция вверх, тенденция роста цен идет вверх, но тут уже ничего не подпишет. Итак, если говорить о районе конкретно, мы, естественно, откроем Google Maps. Вот это вот как раз въезд, да, въезд в тот дом, о котором я говорю, ну, вы посмотрите видео, вы там увидите, да, я как раз вот-вот-вот-вот он сверху, вот эта вот картинка, там, где находится студия, о которой я говорю. Почему я так об этом говорю? Потому что я сама ее сдавала, знаю, сколько она имеет в перспективе, да, в перспективе аренды. Итак, вот она, это улица Мононтиалис. Не знаю, видите вы меня сейчас, видите ли вы мышку, по которой я веду, но тем не менее рядом отель Торр Малейнас, видите, три звезды, сдача в аренду, сколько в аренду стоит номер, и вот они, сколько отелей по данной улице. То есть, как искать, да, как искать для себя квартиры для аренды, будет ли это сдаваться, сколько это будет приносить, как определиться с целевой аудиторией, с теми людьми, кто будет вам за эту квартиру платить. Естественно, нужно изучать подробно, нужно смотреть, что рядышком, какие продуктовые магазины, есть ли продуктовые магазины, насколько налажено движение. Видите, это банки. Судя по тому, что здесь рядом находится, вы можете определять, какая целевая аудитория в данном районе представлена. То есть, раз есть отели, значит, маркетинг уже раскручен, значит, уже сюда люди едут, значит, место известное, безусловно. Если мы пройдем вот по этой улице вниз, мы выходим на центральную, это Сан-Мигель, Сан-Мигель – это центральная улица города Тур-Малинес. И вот оно море, буквально, вот оно Мононтиале, чтобы вы видели, вот наше обозначение. Недалеко от моря, это практически в километре, есть специфика спуска, то есть в Тур-Малинесе нужно спускаться по лестнице вниз, то есть море находится внизу, а внизу все отели, опять же. Поэтому вот такая вот история конкретно с этим местом. Вот так вот мы его сегодня обсудили. Пошаговую инструкцию по подбору недвижимости через интернет по самым популярным испанским сайтам вы можете получить, пройдя курс виртуальный листинг «Новые технологии подбора недвижимости через интернет», посетив наш интернет-магазин. То есть это небольшой курс, состоящий из одного видео на 53 минуты, где подробно шаг за шагом я рассказываю технологии подбора и особенности, самые главные особенности испанских сайтов. Также вы получите видеоинструкцию о подбору недвижимости по дополнительным запросам, потому что у каждого своя цель, свои желания. То есть это немаловажно. То есть в этом курсе вы также найдете ответы на свои вопросы. И пошаговая инструкция, такая инструкция в печатном виде. Вы ее скачаете, и она у вас всегда будет перед глазами. То есть это для тех, кто не очень хорошо разбирается в интернете, но хотел бы разобраться, хотел бы понять районы и более подробно разобраться с собственными желаниями и, самое главное, возможностями. Переходите по ссылке под этим видео, смотрите, переходите на сайт магазина, вы найдете там много чего интересного. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте под этим видео комментарий. Если нужна какая-то дополнительная информация, вся она есть под этим видео, в описании. С вами была Оксана Майкова. Пока-пока, увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok